когда начинается день в еврейском календаре у некоторых людей может возникать некоторая путаница по поводу того когда начинается день в еврейском календаре когда мы читаем например книгу левит или другие книги которые говорят о праздниках то мы видим один принцип день начинается захода солнца и заканчивается заходом солнца следующего дня и так день считается от вечера до вечера например книга левит 23 глава и 32 стих это для вас суббота покоя и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца от вечера до вечера празднуйте субботу вашу и так мы видим что праздник суббота или любой другой праздник празднуется от вечера до вечера другими словами от захода солнца до захода солнца однако в книге бытие в первой главе есть исключение из этого правила и день считается не от вечера один считается с утра например первая глава книга бытие и давайте прочитаем пятый стих и назвал бог свет днем а тьму ночью и был вечер и было утро день 1 и так первый день заканчивается не вечером а первый день заканчивается утром и после этого начинается следующий день правило которое мы можем вывести из этого заключается в следующем если речь идет о религиозных праздниках то как правило праздного дня любого праздника начинается с вечера захода солнца до захода солнца в других случаях день начинается с утра книга бытие 1 глава 3 стих и сказал бог да будет свет и стал свет в первый день бог создает свет но только в четвертый день бог сотворил светило солнце и луну какой тогда свет бог сотворил в самом начале в первый день творения господь творит свет а светило солнце луну и звезды господь творит только в четвертый день ученые различными способами пытались каким-то образом интерпретировать эти тексты одна из очень популярных интерпретаций заключается в следующем господь сотворил все светило солнце луну и звезды в первый день но они не были видны из-за того что атмосфера была очень густой и свет не пробивался через атмосферу а в четвертый день господь сделал атмосферу прозрачной и таким образом этот свет мог попадать на землю но такое объяснение вряд ли может быть удовлетворительно еще ученые предположили что события недели творения не следует хронологическому порядку таким образом они просто собраны тематически в разные дни однако это объяснение тоже противоречит самой грамматике еврейского языка потому что в первой главе книги бытия использована особая форма глагола которая указывает как раз на последовательную цепочку действий мы можем объяснить это так господь в первый день творения действительно творит свет и в библии сказано о том что именно бог является источником света например евангелие ты она в первой главе говорится и свет во тьме светит и тьма не объяла его также в первой главе евангелие ты она говорится что есть свет истины и этот свет истины это сам бог почему бог творит свет именно в первый день творения дело в том что земля описано до недели творения земля описано как окутанная тьмой и вот бог делает этот цвет для того чтобы рассеять эту тьму интересно то что в библии очень часто тьма является символом греха и зла и так бог творит свет для того чтобы наша земля получала этот цвет и этот цвет символизирует также само божье присутствие иногда люди задаются вопросом а как например растения которые сотворены в третий день могли существовать без солнца и луны на это тоже можно ответить так что настоящим источником света и настоящим источником жизни всегда является только сам бог в четвертый день бог творит солнце планеты луну и звезды которые также являются источниками света но при этом не надо забывать что настоящим источником света всегда является господь и вот что интересно когда книга откровения описывает пересотворение этого мира то луна и солнце уже не упоминаются их уже не будет на новом небе и на новой земле и единственным источником света будет только господь друзья от вас приходит сотни благодарностей за проект и за то что мы продолжаем служить в это непростое время ваши лайки комментарии и репосты очень помогают развитию нашего канала и также у каждого из вас есть возможность стать спонсором проекта и поддерживать нашу команду так как когда-то арон поддерживал руки моисея чтобы стать спонсором проекта сложных текстов нет вам нужно нажать на кнопку спонсировать выбрать удобную для вас сумму и оформить подписку деньги будут списываться каждый месяц ровно столько сколько вы указали после подписки вам также будут доступны приятные бонусы в виде фирменных значков и эмодзи сердечно благодарим каждого кто присоединится к спонсорской программе надеемся что по божьей воле мы и дальше вместе с вами будем постигать невообразимые глубины божьего слова книга бытие 1 глава 14 стих и сказал бог да будут светило на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов что значит этот текст что такое годы времена и знамения в этом тексте какова роль светил в целом в книге бытие о небесных светилах сказано следующее и сказал бог да будут светило на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов далее в тексте говорится о том что одно светило нужно для управления днем и другое светило нужно для управления ночью когда мы читаем 14 стих то в принципе понятно когда бог говорит о том что светила должны отделять день от ночи и также можно понять когда он говорит о том что светила нужны для времен дней и годов ведь по сути дела особенно у евреев которые пользовались солнечно-лунным календарем наблюдения за небесными светилами были необходимы для отчета времени например иудеи соблюдали праздник новомесяча и он им был нужен для того чтобы считать месяца и также праздновать все остальные религиозные праздники но возникает вопрос о каких знамених говорит этот текст и сказал бог да будут светило на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамени и времен и дней и готов когда мы читаем библию мы видим что очень часто в библии говорится о некоторых знамениях пришествия дня господня например пророк исайя в 13 главе и 10 стихе говорит о том что день господин будут сопровождать следующие знамени звезды небесные и светила не дают от себя света солнце меркнет при всходе своем и луна не сияет светом свои или например книга пророка и или 2 глава и 31 стих солнце превратится во тьму и луна в кровь прежде нежели наступит день господень великий и страшный таким образом мы видим что господь использует небесные тела небесное светило также для каких-то определенных знамений которые будут происходить в истории земли и которые будут указывать на приближение дня господня книга левит 23 глава 5 стих в первый месяц в 14 день месяца вечером пасха господня в израиле новый год осенью то есть пасху надо праздновать осенью почему же в христианстве пасха отмечается весной в израиле существовало два новых года один новый год религиозный и другой новый год гражданский религиозный новый год начинался в первом месяце это месяц авив или месяц не сам и в этом же месяце праздновалась и пасха религиозный новый год выпадал всегда на весну что касается гражданского нового года то он праздновался в первый день месяца тише который является седьмым месяцем после месяца ниссана или авива и он выпадает приблизительно на сентябрь или начало октября почему появилось два новых года один весной другой осенью скорее всего израильтяне переняли этот обычай у других народов ведь у других народов как правило новый год праздновался осенью после сбора урожая но все религиозные праздники празднуются согласно религиозному календарю который начинается первого nissana или первого авива напомню что nissan и авив это два названия одного и того же месяца